Здравствуйте! Торговцы интим услугами выманили у нового оренгойца в более полумиллиона рублей. В эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Пожарные Янау отчитались о ликвидации двух возгораний 12 сентября. В Поровском районе загорелась баня, потушили ее за 40 минут. За это время помещение выгорело на площади 15 квадратных метров. В Ноябрьске на улице Мира вспыхнуло окно многоквартирного дома. Спасателям удалось не допустить серьезных последствий пожара. Огонь повредил оконную раму и подоконник. Причины происшествия устанавливаются. На Тюменском хлебокомбинате «Абсолют» тестомес лишился двух пальцев. Это произошло из-за халатности тестовода и мастера производства. Они не соблюдали правила охраны труда. Пострадавшие выплатили 350 тысяч рублей, хотя прокурор просил компенсацию 800 тысяч. Ранее на горе предприятия еще одной сотрудницы оторвало руку. В дежурную часть Новорингуйской полиции обратился приезжий мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что заказал через интернет интимные услуги. По телефону девушка попросила до встречи перевести полную предоплату на карту. Затем, под предлогом, что платеж не прошел, аферистка предложила повторить операцию. В итоге с жертвой развода лишился 175 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Максимум, который грозит обманщицам по этой статье – пять лет лишения свободы. По подобной же схеме 66-летний Новорингуйский вахтовик лишился почти 400 тысяч рублей. Пенсионер заказал по телефону услуги жрица любви. Ему назвали цену, затем сообщили о техническом сбое системы онлайн-переводов. Попросили сделать новый перевод, обещая вернуть предоплату после. В итоге ни у тех, ни денег. В ноябрьске ранее судимый мужчина во время конфликта избил северянина ногами по голове и сбежал. Потерпевшего доставили в больницу. Медики обратились в полицию. После расследования подозреваемый признал вину. Следственный отдел возбудил уголовное дело. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. 10 и 11 сентября сотрудники полиции сняли с ямальских поездов восемь хулиганов. На станции Ноябрьск с маршрута Новорингой-Новосибирска высадили двоих дебоширов. Они ругались матом и мешали другим пассажирам. На этой же станции, но уже с поезда Новорингой-Казань, сначала выдворили двоих скандалистов, а через день сняли еще одного. Он оскорблял попутчиков. Кроме того, на Новорингойском перроне не допустили до посадки еще троих пассажиров. Двое из них – уроженцы Оренбургской области. Вахтовики матерились и выказывали явное неуважение к другим пассажирам. Один имел неоднократную судимость. Всех восьмерых сотрудники полиции доставили в дежурную часть и завели административку за мелкое хулиганство. 11 сентября на железнодорожной станции Нового Новорингой полиция задержала северянина 2000 года рождения за хранение наркотиков. В чехле сотового телефона правоохранители нашли сверток синтетики весом более одного грамма, что является крупным размером. Молодой человек рассказал, что забрал закладку на Новорингойской станции. Следком возбудил уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны и не ведитесь на уловки мошенников. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова